В современном мире очень мало молодых людей, которые планируют иметь большую семью, много детей, минимально 3, 4, 5, 6 детей. Представляете, это сколько детворы, которые вокруг тебя летают, когда ты еще только сам недавно, 5-10 лет назад был еще молодым человеком. Сложно представить себе, что ты будешь заботиться о стольких маленьких людях. И вообще зачем, какой смысл? То есть людям никто не разъясняет, для чего нужна большая семья. Если раньше это было в порядке вещей, и старики понимали, что придет время и дети их будут кормить, то есть не в зависимости от какого-то государства, от какого-то дяди, левого, там непонятно кого вообще, или абстрактного государства, речи не было никогда. То есть все было просто, у тебя много детей, дети заботятся о родителях, и так из поколения в поколение, и все естественно. То есть взрослые пользуются безукоризненным авторитетом, до момента, когда дети принимают уже полную ответственность за жизнь семьи. Но сейчас-то вот этого нет, два ребенка это уже для многих верх мечтаний, или это слишком даже много. И они в позднем возрасте уже задумываются о том, чтобы он еще второго ребенка. Или же некоторые просто думают, что они будут получать за детей денег, как сейчас делают деньги, сейчас делается, да, дают материнский капитал, дают там на то, на то, на то, на детей, и таким образом молодые мамы думают о том, что, ой, ну, похудо, бедно, на копеечка это будет, и можно прожить. То есть это тоже стимул, но это не тот стимул, который нужен для того, чтобы воспитывать детей, или желать иметь много детей, да. Это же радость, это ответственность. Люди безответственны сейчас, потому что они полностью зависимы. Зависимо от государства, прежде всего. Если государство будет ссувать нос глубоко в семью, то мы пойдем по пути такого этого коллективного, так называемого, запада, где сосед может услышать крик ребенка за стеной, и вызвать там определенную службу, они приедут и на первый раз могут родителю поставить во внимание, а во второй раз могут вплоть до того, чтобы отобрать ребенка. То есть вот такое вот давление государственных институтов на семью создается. То есть из семьи делают неполноценных этих самых, то есть они по факту могут быть неполноценными родителями, потому что у них нету линии передачи воспитания, бытия родителем, бытия сестрой, братом. Вот каким образом человек, который был один в семье, ребенок, может думать о большой семье? Да, у него мысль это может прийти, но фактически у него нет опыта, он ничего... Это трудно, без опыта просто-напросто возникает очень много проблем. То есть как организовать быть в семье? Ну сейчас изначально очень сложно, как бы без помощи, без поддержки государственной, когда семья многодетная, нужно иметь или же большой бизнес, небольшой, а вообще какой-то, хоть какой-то бизнес, чтобы быть уверенным в том, что дети будут жить в материальном благополучии. Вот, но также существует форма, которая, ну так сказать, не особо форма мировосприятия, которая не особо заботится о будущем. То есть если смотреть в будущее, вот у тебя есть определенная зарплата маленькая, ты считаешь, что если так дальше будет продолжаться, у тебя будет один ребенок, второй ребенок, то ты его не прокормишь. А некоторые живут иначе, некоторые думают, что вот, как бы, имеют магический такой ход мышления, что если одного ребенка прокормили, то и второй прокормится. А потом оказывается, что материальное благополучие, в общем-то, что одного ребенка было бы, что второй есть, что третий, и оно приходит, это материальное благополучие по мере, по мере такой продвижения по жизни, да. Если, конечно, человек не бухает, там не алкоголики, не наркоманы, то жизнь абсолютно налаживается, и по мере появления детей появляются и повышенные возможности. То есть я шел на собственном опыте. То есть у меня шесть дочек, и от второго брака уже четыре, да. То есть прошел эту дорожку от одного ребенка, второй, потом третий. Ой, 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 вот эти все неуверенности и все. Поэтому я все это очень прекрасно знаю, даже слезы у супруги. Ой, как, что же будет, как это все, как это охватить прежде всего. Но совместными усилиями все, если человек целенаправленно живет и работает, то все приходит как бы само. То есть организовать. Главное организовать свой внутренний мир, чтобы и нацелить его на вот... У меня может быть трое детей, которые вырастут большими, и я будут накормлены, напоены, дам им образование, если нужно, или же научу их, как зарабатывать деньги. То есть образование, это диплом, это фикция сейчас. Она как бы, в принципе, нужна, но это менеджерский состав. Хочешь быть умным и счастливым, или хочешь быть менеджером, должен выбирать. Потому что этот мир, вот этого образования современного, он очень, так сказать, не дает ничего, кроме стрессов. То есть учит быть как бы лояльным системе, к тому же, да? Или же в условиях системы каким-то образом учит обманывать людей. Допустим, два правила менеджера, да? Как он должен подходить к клиенту и влезать ему в задницу, чтобы ему там что-то продать. Но если мы говорим о семье, то организовывать нужно с продумыванием изначального, программированием определенных пониманий, важности родовых отношений. И потом уже эта организация приходит с опытом. Один ребенок, все прошли, да, большинство, вот имеющие одного ребенка и останавливающиеся, они прошли этот путь до самого начала беспомощности. А потом приходит опыт, потом приходит уже уверенность в собственных силах. Вот, и все налаживается. Всегда все приходит вовремя. Нужно просто принимать это и слишком не пырхать.